Субтитры делал DimaTorzok Есть шарм Есть тут приличные люди, чтобы подвезли меня до дома Принцесса, кареты вас ждут У него есть стиль Ты испугалась, зная шрам Твоя тачка И у него тачка, сдохнуть можно Ну, Пэм, куда тебе налево, направо? Направо А, как обидно Раз тебе в другую сторону Ну, что попишешь? Тогда начинай сразу Бояться От Квентина Тарантино Режиссера «Бешеных псов» Криминального чтива Убить Билла Доказательства смерти Тачка на сто процентов безопасная Но только, милая Если сидишь именно на моем месте Его метод жесток Остановись! Надо догнать других моих подружек Его оружие — скорость Осторожно! Но его последние мишени, похоже, могут дать отпор Убьем урода Я не могу тебя отпустить Квентин Тарантино Доказательства смерти А ну-ка, дерни со всей силы Можно с нашего пути все машины разогнать Приехали Это вон там, верюсь? А-а Хорошая работа, капитан! Эй, Кокс, это газополёт! Все еще стоишь там? Думаю, мы должны кое-что прояснить Меня назначил сюда в муниципалите Я знаю, кто тебя назначил И отца твоего я знал Он был настоящим асом Теперь ты работаешь на меня Идем Привет, Рональд Как дела? Хорошо сидишь? Спасибо, что решать не тебе Я не буду скучать Кто это? Он работает на меня Он пожарный? Я люблю пожарных Ты всех любишь Брайан МакКетри Конечно Нет, то Стивен Он тот малыш с каской Позволь, я расскажу о Рональде Он любит телефоны Он подсоединяет провода к звонку А потом обматывает их ватой, смоченной бензином И что же получается дальше, а? Потом тебе стало скучно? И что ты сделал? Он начал звонить? Не доказано Комиссия по досрочному освобождению Получила досье мистера Бартелла Его номер 44 Одобрена смотрителем секции доктором Норрисом Как ведущий психиатр, я должна отметить Что прогресс мистера Бартелла удивителен Ладно, ты готов, хорошо Простите, простите Тень Помнишь это? Помнишь это, Рональд? Помнишь, чье это? Что ты сделал с той девочкой? Я сжег ее Ты ее сжег Что ты делал со старушками? Жег их А что насчет мира? Что бы ты хотел сделать с миром? Сжечь его Обратная тяга Проверьте двигатель Что такое? В чем дело? Не знаю Торможение Руль не слушается Кажется, сгорела вон та муфта Смотри Что? Или расплавился штырь у тебя в штанах Хватит Стойте Привет Как дела? Ничего Вот только машина Я так и понял Я ехал как обычно И на тебе Аккумулятор в порядке Раньше бывало Врежешь набой по корпусу И порядок А теперь там столько электроники В общем так Я могу подвезти вас до кафе у Беллы Километров 8 отсюда Там есть телефон Вызвите тягач Извините, пожалуйста Возьмете меня одну? Конечно Садитесь Что такое? Кафе у Беллы Этот парень ищет жену Каштановые волосы Белая кофта Из кого-то С ней мужчина в бейсболке Может кто-то видел? Вы подвозили мою жену До кафе у Беллы Не я Простите Минутку Что значит простите? Это было полчаса назад Забыли? Не знаю Как вам доказать Но я вижу вас впервые в жизни Керт Рассел В фильме Авария Это Джек Бертон Из экспресс-доставки Свиных отбивных И я обращаюсь ко всем Кто меня слышит Наша жизнь Невероятно крутая штука И надо быть полным идиотом Чтобы думать Что мы одни во вселенной В этом мире с древнейших времен Переплетаются зло И мистика Что происходит? Это какая-то... Магия? Темная магия Это место называют Маленьким Китаем Мы создадим порядок Из хаоса Здесь Джека Бертона Ждали большие проблемы Кто? Джек Бертон Это я О, Джек Джек? Джек! Они хотели отправить его в ад Не дергайся Именно туда он и попал Пусть кто-нибудь Мне плевать, кто объяснит Что здесь происходит Большой переполох в маленьком Китае Как ты собираешься вытащить нас? Понятия не имею Даже в твоей короткой жизни Много загадок и вопросов Оставшихся без ответа Моя судьба в твоих руках Постараюсь не облажаться Готов, Джек? Я с рождения Ко всему готов Веди, Джек! 20-й век Фокс представляет Курт Рассел В фильме Джона Карпентера Большой переполох в маленьком Китае Большой переполох в маленьком Китае Приручает динозавры Мы крупная компания Но все связано в один рабочий механизм Привет Как ты, дружище? Мы работаем в поте лица Чтобы этот механизм не давал сбоев И в итоге Мы все могли что-то заработать Рад меня видеть Придвинься к компьютеру Сделай тот взгляд О нет Это зуб динозавра Настоящий Она так обрадуется Ты хороший муж, Майк Кто-то стучит к тебе в дверь? Видите это? Уходите оттуда Майк, что там? Все нормально? Выбирайте оттуда Я перезвоню Перезвоню Эй! Эй! Внимание, тревога Это глубоководный горизонт Что случилось? Только не в мираж Скорее готовьте шлюпки Мою жену зовут Фелиси А дочку Сидни И я их еще увижу Ты меня поняла? I will stay In the eye You stay Чем это пахнет? Я ничего Не чувствую Икринки Должны быть круглые Плотные И одной величины Пилки существуют для того, чтобы чувствовать свое превосходство над обезьянами Эти комары так и липнут на свежий лак Сделайте ящики для белья С этими коробками сплошные неудобства Там все еще возится с моим шкафом этот волосатый пятикантроп Я не плачу за ваш брак Заплатите за работу Я не сдвинусь с места Вернитесь Сера, неизвестная женщина была подобрана мусорным баркасом Она не помнит даже своего имени Ваша жена полностью потеряла память Но мужа-то она должна узнать Должны быть круглые ЗАБАРТОМ ЗАБАРТОМ Прошу прощения, полковник Анил. Мы от генерала Веста. Мы пришли сообщить вам, что вас восстановили. Кто это вообще переводил? Я переводил. Это переводится как «Миллион лет, как в небе. Ра, Бог, Солнце, заточен и похоронен навсегда». Это не врата в небо. Это звездные врата. Почему военные интересуются табличками возрастом в пять тысяч лет? В моем рапорте сказано – десять тысяч. Здравствуйте, полковник. Я вас знаю. Полковник Джек Анил из ведомства генерала Веста. Отныне командовать буду я. Десять тысяч лет – бред какой-то. Египетская культура не существовала, до... Мы знаем, но все тесты указывают на это. Это же плитопокрытие. Была под ними гробница? Нет, но было кое-что поинтереснее. Извините. Эта информация теперь засекречена. Отныне гражданским не предоставляется никакой информации без моего согласия. Звездные врата Что может заставить человека выйти на улицу в метель и хладнокровно убивать? Я точно не знаю. Вы удивитесь, на что люди способны. Начинаете представлять? Возьмете пассажира. Я не люблю брать с собой попутчиков. Проблема с доверием, да? Не особо. Не собираюсь я спать под одной крышей с тем, кого не знаю. Так кто ты? Народ, слушайте меня. Я везу женщину на виселицу. За ее голову дают 10 тысяч долларов, и это мои деньги. Интересненько. Да. Ты думаешь, я заодно с ним? Или с ней? В том-то и проблема, я не знаю. Один из этих парней всех нас прикончен. Вот это я понимаю. Нам некуда торопиться. Совершенно. Будешь в аду. Передай, что Дейзи тебя прислала. Сейчас ты умрешь. Никто не говорил, что будет легко. Но никто и не говорил, что будет настолько сложно. Готовность номер один. Гости на подходе. Это винтовка? Забыл, как винтовка выглядит. Просто пушки — это моя фишка, а твои — мечи. Но, значит, теперь мы оба любим пушки. Я просто не знал. Вот это сильно. Я вижу вас насквозь. Страх, зависть, предательство. Наш долг — очистить вселенную от этих поводков. Золотко, а мне говорили, что вы стервы стрёмные. Но это всё враньё. Чувак! Что, мигнул неудачно? Грудь пристегни ремень! Субтитры создавал DimaTorzok Бывает, ищешь чего-то всю жизнь, а оно рядом. Надо лишь протянуть руку. Воистину. Вы только и делаете, что орёте друг на друга. Вы не друзья. Нет. Мы семья. Ну, все, кроме неё. Марвел представляет. Стражи Галактики. Часть вторая. Сколько долгих лет я искал тебя. А ты кто ещё такой? Я твой отец, Питер. О.Ж. Грант. Обычно его так зовут. Мало кто имел шанс его повстречать. Понял. Вы его встречали? Да. На автостраде номер 60. Кстати, это его стиль. Он сам решает, кому встретиться. Он возникает совершенно случайно, и вы не знаете, кто он и что он, пока он не выполнит ваши желания. Правда, он всё больше проказит такой уж характер. Но иногда, если понравитесь, он играет по-честному. Итак, всё началось на мой день рождения. Я пожелал... Ответа. На мою жизнь. Вы не спите, Нил. Может быть, впервые в своей жизни. Есть работа, если хотите. Проехать по стране и доставить посылку. Езжайте по автостраде номер 60. Будет время посетить разные города, встретиться с людьми, осмотреться, услышать разные байки. Встречи в пути. Дорожные истории. Как найти автостраду, которая не существует? Я решил поискать там, где она могла бы быть. О, Же Грант. Нил Оливер. Странное совпадение, что мы встретились. Если верить в совпадение. Предпочитаю неизбежность. Любое событие неизбежно. Иначе его бы не случилось. На этой дороге прошлое, настоящее, будущее, если и может быть, сходятся вместе и перемешиваются. Я просто на нее настроен. Вот и все. Вам нужен не адвокат, вам нужен хороший адвокат. Дива в курсе, что обвинение против мистера Оливера не только ложно, но что судья, истец и все остальные это знают. Так всегда в сказках. Прекрасный принц спасает принцессу из темницы. Я пожелал вот это. Он дает ответы. Правильные ответы? Пока да. Подозреваемый белый мужчина. Его видели на красном БМВ с откидным верхом на автостраде 60. Да, детская мысль идти за своей мечтой. Я люблю эту дорогу. Солдат безпощаден к врату. Его семья армия. Он счастлив. Полняли приказы. Солдат живет. Ну что? Падик. Его семья армия. Послужной список. Война шести городов. Уничтожил 45 человек. Саудовские воины 57 человек. Битва за аргентинские луны. 24 человека. Орден Пурпурное сердце. Медаль за отвагу, за боевые заслуги. В настоящее время ожидает боевое задание. Сэр, полковник Мэком только что доставил новых солдат. Полагаю, он хочет продемонстрировать их. Солдаты как солдаты. Только гораздо лучше, капитан. Полковник Мэком из штаба. Командир отряда. Ваши солдаты были отобраны после появления их на свет. А мои появились на свет в результате вмешательства генетиков в код ДНК. И прочих манипуляций. Физически они сильнее. Реакция, координация. Все у них лучше. Это принципиально. Новый тип солдата. Мой папаша был ремонтником. И он часто повторял. Не пытайся чинить то, что работает. А если они схватятся? Прямо там. Рабрик. Прикажи тот дудраться. Нет. Неравные силы. Отправьте туда еще пару ваших стариков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Солдат. Солдат. Сто тысяч лет тому назад Он нашел путь в нашу галактику. Но был сковород в ледяной пустоши Антарктиды. Откуда не мог сбежать? Пока люди на станции не сделали грандиозное открытие. Нашли замороженное во льдах инопланетное существо. Но оно не было для людей. И люди. Для него самое теплое место, чтобы скрыться. Нечто Джона Карпентер А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...